Ну что ж, дамы и господа, продолжаем. Power Rangers против TheReyTry. Второй матч в Бейстов-3 группы А. Сейс Карндж 2014. Ну, сейчас посмотрим, сможет ли отыграться команда ПГГ. Пока что первый матч был. Дальник достаточно. Ну, посмотрим, как он повлиял на мораль, скажем так. А Power Rangers банит Ахимика, банит Клокерка. TheReyTry банит Инвокера Бэйна. Забираю себе сразу же Виномастера. Взяли себе сильного саппорта. Сейчас посмотрим, что нам покажет милорусский склад. Размышляет над своим первыми двумя пиками. Power Rangers. Так, ну и кто только подключился, давайте посмотрим на табличку, как здесь все выглядит. Смотрим брекеты. Более-менее понятно, здесь уже обстановка. То есть Power Rangers TheReyTry сейчас играют. Завтра будем смотреть. Мы в 9 часов по Москве в Virtus.pro против победителя этого матча. А потом уже в полночь будем смотреть Рокс против проигравшего. Тоже этого матча. Возвращаемся обратно. Power Rangers забирают себе визажа. Берут себе луну. Похоже, хотят свой трейлейн с луной показать. Как-то я в прошлой игре предвещал, что TheReyTry соберут агрессивный трейлейн. Будет спокойно убивать там вражескую кэри, которая фармит на Power Rangers. Перехитрили. Взяли друида, которого очень непросто убить на трейлейне. Никакой агрессии там показать. Терр не получилось. Появляется Отвол Дивауар. Отправиться на мить, скорее всего. И банится сразу же Разора. Как основного неприятного персонажа. Для Отвол Дивауара того же самого. Отвечает баном Сларка. Похоже, Power Rangers что-то знает про Зерри Трай. Сларка они банят уже второй раз. Отвечает баном Никса. ПГГ. Ну и последний бан этой фазы. После этого Power Rangers первый пик. То есть можно быть либо саппорта какого-то сильного себе отобрать. Как я понимаю, вокруг Crystal Maiden сейчас идут размышления с обеих сторон. И осталось еще двоих лайнеров им каких-то придумать. Понимаю, что Отвол Дивауару надо как-то эту проблему решать. В принципе, ну достаточно много путей уже придумали. С ним справляться. То есть это отправить туда. Какого-то неинтового героя. То есть вроде Кунки либо. Например, того же самого Лондроид. На Лондроид здесь уже по драфту просто не подходит. Сейчас узнаем, что Power Rangers выдумают. Ну либо просто стоять аккуратно. Стоять, страдать, терять интеллект. Давать немного раннюю фарму Отвол Дивау. И надеяться, что на остальных лейнах все будет просто замечательно. Если все остальные лейны выиграют, либо же просто заганкать эту саму Отвол Дивауару, он не такая уж и большая проблема. Пока размышляют. Минуты есть у Power Rangers. Замечу, что билетик на CS Carnage можете купить в Dot2Story. К ним прикреплены Force Spirit и на инвокера. В принципе, даже показать могу. Есть у меня в инвентаре. Вот так вот выглядит Force Spirit. Достаточно неплохие. Ну и наверное даже разыграю я этот Force Spirit. Как видно, у него очень много модифайеров, я налепил. Возможно, я разыграю себя в паблике ВКонтакте. Если интересно, подписывайтесь. Ну, сегодня, может быть завтра. Посмотрим. Возможно, кому-то из вас достанется. Ира банит. Enchantress появляется в Power Rangers. То есть не стали они задуматься про Crystal Maiden. Взяли себе сразу Джанглера. Я не думаю, что здесь будет ранний ромер. Визаж не самый лучший ранний ромер. Третий уровень им было бы неплохо сначала получить. Потом уже можно приступать. Ну, а Зарит Рай думает. Брать ли сейчас саппорт, отбирать ли какого-то соло лейнера. Я не понимаю, что два соло лейнера остались в Power Rangers. И стоит действительно подумать. Кто пойдет на оффлейн, кто пойдет на мид и Power Rangers. Будет ли это опять Storm Spirit? Будет ли это кто-то вроде Timbersoul? Стоит ли забрать кого-то из этих персонажей себе? Ну, а то Ладивар у них уже, скорее всего, отправится на мид. То есть кого-то из соло лейнеров можно перехватить. Размышляют. Минута 20. У них времени. Да, товарищ, который спрашивает, товарищ, какой сейчас счет, можете всегда посмотреть счет на сайте. Собственно, cs-carnage.com Расписание всегда актуальное. Собственно, в стримчате часто будут отписывать ссылку на этот сайт. Там всегда актуальное расписание. И, собственно, бреки тоже можете посмотреть. Обновляю я сразу же после матча. Вся информация там доступна прям-таки. Сразу и. Очень удобно. 45 секунд. Тем временем. Под от Ладивару можно придумать какой-то быстрый пуш. Сейчас посмотрим, что здесь сообразит ПГГ. То есть нафармит он себе на быстрый меку, допустим. Еще каких-то товарищей пуш потенциалом набрать. И, собственно, с ранней мекой попробовать как-то просто продавить. О. Учитывая, что против них луна, что против них визаж. С фамиллярами плеваться очень больно. Пау рейнджерс уже даже с таким пиком имеет. Большие шансы отбиваться. Потому что появляются тени. Вот кого не ожидали. Ну и значит ли это, что будет еще и висп. Как-то про виспа мы совсем забыли. Про него не вспоминают пока что у нас. В этих играх. Но. Все основания, так полагать, имеются. Задумались по рейнджерс. Думают, стоит ли брать сейчас виспа? Ну, не самая лучшая идея, но если так подумать, то есть... Как-то три саппорта достаточно худые герои в то же время. Как-то сообразить с этим всем ничего не получится. Получится сплошная каша. Поэтому берут Тимберсон, недолго думаю. Взяли соло лейнера. Неторопливые такие драфты, но взяли трафи всего лишь 10 секунд осталось. Ну, собственно, виспа я сейчас ожидаю. Спокойно они полейнят. Не думаю, что по рейнджерсу будут набегать. Прям-таки агрессивно травяно устраивается, учитывая, что есть энчантрас. Хотя, впрочем, чем черт не шусь. Уже, в принципе, видели мы пару раз. Достаточно часто агрессивных ченов мы видели. Посмотрим, будет ли это агрессивный энчантрас. Ну, вероятность не такая большая. Энигма. Энигма для ПГГ. Сейчас посмотрим, как это будет реализовано. Ну и посмотрим, будет ли последним пиком сейчас висп. То есть висп тени стоят на лейне. Дабл лейн, вина мантер. Офлейн так... Ну, такая себе идея, если так подумать. Ну, посмотрим. Можно энигму, в принципе, оффлейн поставить, если не будет она в джанглз. Задумались и по рейнджам. Не совсем они понимают, что здесь может быть с последним слотом. Представляют, что... Есть большая вероятность, что это будет висп. И в то же время есть большая вероятность, что это будет еще какой-то соло лейнер. То есть тимфайт потенциал здесь просто невероятнейший. Скоро будет в Зерри Трай. Задача по ГГ. Ничего не скажешь. Фреона банят. Не хотят еще больше пушей. Они понимают, что Тинни соберет аганим, будет очень быстро развалить вышки. Ну и само собой вина мантер. С вардами, энигмы с эдолонами. Если еще и Фреон будет с трендами, то это вообще... Будет нетерпимо. Банят вайпера. Ну и появляется Пугна. Решили свой пуш показать по оранжес. Сейчас узнаем, как это у них удастся. Они понимают, что пушить будет против энигмы, против феномастера. Тинни от Валдивара. Огромнейшие силы проказ. То есть это Исанет Эклипс, это проказ Тинни. А Валан Штос, если что, даст Блэкхолл ПДЖ, то здесь... Нужно быть очень аккуратным. Но в то же время Пугна помогает с тимфайтами в этом плане. То есть она дает свой Незер Вард. Который очень сильно будет решать в тимфайтах. То есть надо будет его находить, фокусировать. Уж больно много с него урона. И появляется Элдер Титан. Элдер Титан, как я понимаю, пойдет оффлейнить. Очень страшная ланапа от Зеритра, если они его правильно реализуют. Но у Power Rangers тоже, в принципе, все выглядит неплохо. Здесь уже будет зависеть от того, как, собственно, будет исполнено. От исполнения все будет зависеть. Так, ну что. Давайте смотреть. Страна Радиант. Зерит Рай. Стэнд-ин. Инквизитор отправляется на тимфайт. Не на топ, туда же бежит стэнд-ин Фоломи на Элдер Титане. ПГГ на Энигме, само собой. Бить Дивайн. На отволде Лавры. Клюв. Вина Майсер. Отправляются все на топ, надо расставить там варды, надо будет смотреть, что там как происходит. Надо будет помогать там стоять Элдер Титану. Ну, как я понимаю, сейчас зайдут, попробуют кого-то убить и потом разойдутся. То есть вард поставят, уйдут. Ну, а сторона Дайр. Пауэр Рейнджерс. Джей Фор опять на Симберсол. Хотя, как-то я говорю, опять в прошлом матче он был алхимиком. Звекси. Этот раз на Пугне. Фенжи на Визаже. И Мон на Луне. Не хватает, правда, что Энчантрос. Энчантрос Сити. Вот он как раз стоит во вражеском лесу. И пока что больше ничем особо не занимается. Как-то даже вардов ему не дали. Все, он даже здесь не увидит. Если кто-то рядом пройдет, здесь варды ставят вместо этого Визаж. Никого не нашли в итоге. Здесь Дерри Трая расходится. Энигма отправляется джанглить. Посмотрим, оставят ли здесь Тиня, как кого отправят на ботлейн. Надо решить лейны, собственно, сейчас. Такой вот вопрос. Ждут ровно, появляется дабл-демидж, Тиня забирает. Никто особо им не мешает. И действительно Элдер Титан отправляется на ботлейн. То есть он будет стоять соло. У него ботинок, у него партанга есть. Но если стоять аккуратно, не высовываться. Стоять он будет против луны, как мы видим. И луна, скорее всего, будет соло. Но Энчантрос тоже такой себе фактор. Энчантрос блокирует. Сейчас будет здесь кэмп. Собственно, он здесь ради этого стоит. Посмотрим, будет ли он вообще блокирует. Либо просто дождется, посмотрите, что здесь происходит. Тридцатая секунда, появляется Хелбера. Энчантрос сразу забирает в виде ТД лунов. Ну и докучает, в общем-то, он Энигме. Собственно, основная его задача сейчас мешать Энигме. Не давать разгоняться по фарму, по опыту ПГГ. Если это получится, то будет совсем замечательно. Как видно, начало положено. Здесь гоняет, здесь ПГГ. Не попадает, правда, Тандер Клэп, но не проблема. А здесь аккуратненько стоит Тимберсон. Не высовывается. Отпул ему здесь сделает ФНГ. Сделал один отпул, но... Здесь стоит Вард. Сентры он, конечно, поставил, но... Вражеский Вард не обнаружил. Еще одну Сентры я даже поставил, но... Как-то все мимо. Так, ну, Энчантрос находит Кентавра и, похоже, сейчас пойдут они пробовать убивать Элдер Титана. Однако было бы неплохо хотя бы Люсен Бим второй уровень получить. Так, очень сильно проследует Мун. Как бы здесь не досталось ему. Энчантрос продолжает сидеть в засаде. Весьма крепкий Элдер Титан, просто так его не убить. Так, выходит. Наконец-то выходит. Энчантрос, стан Кентавра. Люсен Бим не хватает, категорически не хватает урона. Пытается расковаривать, но, между прочим, Аура Луны очень сильно помогает. Буквально пара автоатак. Последний Люсен Бим, надо Вижен давать. Люсен Бим и Кентавра в итоге добивает Сити. Забирает Фестблат. Отлично отыграно. Думаю, не добьют они этого самого Элдер Титана, но Аура все-таки здесь... Оказалось критично так здесь. Заденаю вард. Визаж. С огромным количеством вардов. Натыкали. Разбирается. Ну и в итоге, пока я понял, что джанглит ему не дадут у себя дома, поэтому перебирается. Перебирается на топ, здесь уже наделал идолонов. Возможно, сейчас будет как-то агрессивно обводить идолонов, либо фармить от пула просто. В общем, не давать пространству визажу. Придется сжаться сейчас под вышки. Возможно, даже и подставится сейчас кто-то из них. Значит, Антрас находит тролля. Посмотрим, возможно, сейчас они с луной что-то сообразят на двоих. Первый раз получилось просто замечательно. Хоть Фестблат достался и не Муну, но... Я думаю, результат. Ее вполне должен радовать. А вот на меде как-то мы забыли совсем про этих товарищей. На меде от Владивару стоит против Пугны. У Пугны всего лишь 5 крипов. Его в 3 дына и, само собой, перефармливает здесь. В два раза перефармливает от Владивар. 10 крипов у него прячет каждый раз. Пугнув в астрал. Однако приходит Антрас, сетку дает. Пошли бласты. Буквально пару ударов. Последний удар и добивает все-таки Антрас. Антрас везде успевает. Отлично отыгрывает. Товарищ. Успела на бот Лене и успела на меде помочь. Сейчас как раз спадать начинают стаки. С Пугны, то есть Пугни жизнь облегчил. Ну и надо найти ПГГ. ПГГ как-то пропал с радара, как-то его совсем не видно. Пока что Антрас забирает опыт. Падает в сетку. У нас там маны просто нет. Кентару, но, между прочим, просел. Очень сильно просел здесь от Владивару. Кто-то он пришел, похоже. Не подрасчитал немного. Придется сейчас пить бутылку сразу. Два танга есть. В принципе, бутылка полная. Не страшно. Ну а ПГГ успешен в джангли. Третий уровень уже ПГГ. Антрас для сравнения тоже третий. То есть он за счет своих киллов. За счет своих хромов. Опыта сам не теряет. Так, J4. Погибает. Заденайл его. Визаж отлично отыграл. Заденайл все-таки. От яда вина мастера своего друга. Но то, что так с имберсов здесь погибает, это не самый хороший знак. Выходит. Еще ПГГ показывает своих идоломов. Намекает, что если так будет продолжаться, здесь вышку падет очень быстро. Не удивлюсь, если кто-то туда еще переместится в скором времени. Но пока что энчантрас остается. Маны не так много остается она на... На бот-лайн? Ну, как на бот-лайн? Во вражеском лесу. Лесу рейдентов. Зикси пока что фармит. Энчантрас пугает здесь. Ну, не то, что пугает. Просто торнадо привел и... Причиняет неприятности от Валдиварова. Ну, Элдорс Титан вынужден фармить уже лес. Как видно, получал на люсенбинф. Так, здесь заварушка. Нет, не заварушка. Попинговали. Хотели что-то сделать. В итоге разбежались. В разные стороны. Возвращается. Минал мастер сходил на базу. А Митар начинает проседать. Они прогнали от Валдивара. Торнадо есть. Начинается память с бластами. То есть, надо сейчас либо кого-то сюда приводить, либо как-то все это обыгрывать. Конечно, идет крипвейв. Расходится все-таки. Расходится по рейнджам. Ну, вдвоем вышку так сломать. Пока что рановато. На пятой минуте так вышку ломать. И самая лучшая идея. Разбивается варды. ПГГ уже с салврингом. Все еще третий уровень. То есть, все еще первый Мальфис у него. Аккуратно пытается получать опыт, где только может. Но Энчантерс наконец-то приходит в свой лес. С маной, правда, у него проблемы, но... Есть тролль. Есть хабер. Приносит себе Клэрити. Ну, а здесь сейчас что-то будет. Погоня за Тимперсом. Успевает. Он прыгает на дерево. Чуть бы он не подцепил его Тиню. Вот сейчас Тиню как раз очень опасный. Задает свои кнопки. Он... Убьет, можно сказать, любого. Ну, не то, что прям-таки совсем любого. Но очень много урона нанесет, как минимум. Комбинация Валанштос. Очень противная. То есть забирает Погна. Ну, Энчантерс нажала смок, пошла смотреть, что там происходит. Надо прогонять все-таки ПГГ отсюда. Всю эту троицу было бы здорово прогнать совсем в стопы, то есть... Как-то их либо убить, либо что-то еще с ним придумать. Сейчас заходит Энчантерс сзади. Похоже, не самая лучшая эта идея может быть, потому что подвернется она, если по Тиню с Виномантером просто развалится. Так. Полетели. Выходит весь зоопарк. ПГГ стоит рядом. ПГГ обращает внимание на зажар. Визаж у Дайстан. Визаж, похоже, все-таки погибнет от Эдолонов. Но потеряли Тиню. Потеряли своего кэрри. ПГГ... Курьер видит. Курьер. Здесь не самый страшный товарищ. Ну и, похоже, сам ПГГ здесь попался. Полетел. Полетел J4. Вот последний дар. И добивает в ринг-десс. Даблкил получает. Ну это, в общем-то, то, что было нужно по рейнджерс. То есть они долго ждали, подготавливались. Отлично отыграли. Вышли. Энчантерс не успел там подвернуться. Так, здесь Тиню как бы сейчас не накрыл. Он J4, J4. Похоже, все-таки погибнет. Если чрезидит, улетает на Берчейн. Буквально десяток хп у него остался. Отпивается Сарвей. Тиню за ним в погоне. Мана нет. Совсем ни на что. Рассчитывал, видимо, добить просто с кулака. Сам Тиню здесь, как видно, портрет. Себе купил уже давно. Достаточно быстро перемещается. А ПГГ прибежал. Прибежал на бот. Хочет он убить Муна. И он, похоже, попался. У Муны есть Эклипс. Но тратить его сейчас было бы неразумно. Ох, как бы не добил он здесь Эдер Титан. Но Эдер Титан выживает. Успел забежать с деревья. И вина мастера здесь в ордом. Тоже немного помог. Замедлил. Однако приходит Визаж. Недолго думаем, просто убивает с одного удара. Эту самую Эдер Титана. Все-таки смерти избежать так и не получилось. Ну что, давайте посмотрим. Переключим для начала на Эдвард. Луна на первом месте. На втором. От Валди Вауру. Который только-только доделал себе пауэртрет. На руну выходит за невидимостью. Визаж. На третьем месте Джейфор. Который, кстати, купил себе Орбофеном. И каждый раз ковыряет им Тини. Атака меня пугает, гоняет. Ага, не видим Визаж. Находит Виномастера. Думает, как бы его убить. Он просто замедляет и... Добить бы. Добил... Добивает. Последний момент. Виномастер, чтобы он не убежал за дерево. Здесь за счет замедления, возможно, жил бы. Пока это происходило, Луна прибежала. Далая... Даже Кликси похоже не давал. Просто убил ПГГ. Не совсем верен, как это происходило. Видно уже даже. Визаж сочувствует. Ну, на самом деле, самый большой вопрос, когда начнутся массивные пуши. То есть, у ПГГ в принципе все готово. Было бы здорово, конечно, доделать Мекку, но для этого фарма пока что не так много. А вот убить, попробовать этого Дивару сломать мид, можно вполне. Собственно, Визаж повел туда уже Фамиляров. Приходит еще Энчатрос. Дотянутся ли? Замедляет Энчатом. Летят Фамиляры. Дали сетку, все-таки дотянулись и... Пошел Астрал. Ну, здесь гарантированно смерть, то есть, даже на помощь никто не бежит. Сажает Фамиляров, добивает. Так, все еще живет. Как-то похоже, что сами не ожидали. Импетусом все-таки добивает. Добивает Энчатрос. Но это Метавр. Виномайсер пытается плевать в Орды, он знает, что навряд ли здесь получится поденать вышку против бласта. Первая вышка достается по гне. Моментально закупается медалька, то есть, скоро... Если что, можно будет забрать Рошан, но пока было бы здорово по остальным лейнам поработать. То есть, ПВП у Инквизитора Зайфор. Зайфор всю ману потратил, тени ману полная. То есть, он вполне может попробовать просто с прокаста взять и убить. Это самый Тимберсоу. Вот Тимберсоу второй реактив фармер. Он пока что живет. Так, здесь находят ПГГ. Слово Самшин. Последний Петус, еще один. Ну, ПГГ уже гарантированно погибает. Отлично отыгрывает Энчатер. Всегда оказывается в нужном месте. Здесь Луна попалась. Под комбинацию Элдер Титан. Но Сам Элдер Титан уже похож на базе. Похоже, просто избегал он смерти таким образом. Зэкси забирает очередную руну. Готов Баклер. Меньше семисойственно осталось на Амеку. Ну и дальше уже можно просто по накатным. То есть, собирается наконец-то пятером. Эклипс так и не потратил до сих пор ни разу. Мон. К нему там приходили неоднократно различные люди. Доминатор себе купил. Хоть и не такой плотный, но... Это пока не требуется. То есть, внимание, отвлекая саппорты на себя. ГГ, говорят, за Эритрай. Как-то вот так вот. Недолго думаем. По графикам 4000-3000. Просто взяли, сказали гудгейм и... Расходится, ну. Фейк, говорит. ПГГ, говорит, остается. Там уже... Ливнул меня на мастер. Ну, сейчас посмотрим. Ладно, давайте смотреть за продолжение. Но, как я понимаю, здесь уже... Смекнули за Эритрай, что сейчас... Будут им все доламывать. Так. Есть нападение на J4. Продамажили. J4 все еще живет. Пытался улететь, но последним Альфис. И похоже, что погибает. Действительно, погибает. Тимперсал. Посмотрим, вернется ли на мастер какие-то там, видимо, эмоциональные проблемы. Надеюсь, вернется. Стенды, нашлипся с командой, говорит. Говорит ПГГ. Никто, собственно, не понимает. Что происходит. Ну и пока это происходило, здесь... Убили все-таки вышку, то есть сломал вышку ПГГ. Ну, давайте пусть играют, в общем-то. Я думаю... Раз сказал капитан, что фейк лежит, то... Раз фейк, так фейк. Давайте смотреть, что будет дальше. Пока что здесь убивает Рошана. Рошан добивает. Да, я удивлен, что не стали паузить, но, как я понимаю, там... Виномастер просто в отказ пошел и... Возвращаться просто не планирует. Так, здесь Блэк Ол, между прочим, дали J4. J4 погибает в очередной раз. То есть, пока что все работает, на самом деле, у команды Зерей Трай. И что там ливнул Виномастер, в общем-то, не совсем понятно. Собирается, Пер. Не знаю, возможно, уходить куда-то на быстрый стенды, но... Это дело такое. Ну, неожиданный поворот. Неприятный. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Ох, какие огромные здесь атаки. Не зря я рашил Доминатора здесь, Мун. Находят здесь ПГГ. Находят в АССР. Ну, и Петусу меня просто расстреляют. Блокируют, правда, сам себя немного с АМХБР, но... Все-таки добивают. Ну. Даже не знаю, как прокомментируются такие вот события. 5000 по золоту, 3000 по опту. Пауэр Рейнджерс пока что есть, но преимущество не такое большое. Особенно учитывая, есть потенциал команды Зерри Трайд. То, что они по тимфайтам очень сильно могут... Все делать. Так, здесь приходит Энчатрес. Пытаюсь улететь в фолуме. Улетает, между прочим. Спрятали здесь Энчатрес. С Виэмпетусами свировали у нее. Интеллекта. Немного маны, но Виномастером, похоже, кто-то управляет. Я написал, что это дело капитана. То есть, если ПДЖ не считает нужную паузу, то это, в общем-то, его проблема. Здесь. Джейфор. Хотят убить Зиэкси. Зиэкси прожимает мех и все еще живет, но... Все-таки урона здесь огромное количество. Комбинации пошли. Чтоб он не погиб еще и Тимберсоу сам. Так, здесь. Ну, Аклип залетел с разгоном. От Олдивауру. Ум, он уже Яша. Ну, Энчатрес опять приходит. Энчатрес. Каждый раз находит. Это самая Энигма и каждый раз эту самую Энигму убивает. Анстапов уже Энчатрес. К слову, 602 у нее счет. Так, я ни разу не поймал. Мы металли, нажали смог и куда-то отправляется. Похоже, иномастер здесь использует как... Ну, примерно так же, как Луна использует этого вот крипа. Пистакует и Мэншентов. Надеюсь, выдвигаются товарищи ганкеры, хотят они попробовать убить здесь. Элдер Титан, Элдер Титан прячется и просто телепортируется. Так, Фемляр посадить бы. Не успели посадить. Достаточно долгой анимации. Луна немного пострадала от ушки. Не похоже, что убираются на бой. Инквизитор может забросать сейчас просто людьми Луну. Попробовать. Вы бы неплохо, Луну как-то прохилились. Но дает Эклипс, и Луна просто погибает. Однако там была Эггис. Собственно, из-за этого особо не боялся здесь. Не боялся Муна ничего. Прогнали от Валдивару. Здесь приходит Виномастер, которого просто кто-то привел, кто-то им управлял. Ну и вышка разваливается. Ох, как много урона получает. Моментально уничтожает Энчатрас. Энчатрас, монстр килл. Приходит еще и Валдивару. Еще один Соло Санкшн. Пошел в Расплиттер, но ни в кого. Все успели разбежаться. Ну и можно продолжать, в принципе. Только-только появляется Тиню, можно продолжать давать бласты. Пока что маны есть, есть КП. Хотя, каждый раз, Элдерс Титан здесь продамажен. А Парахил есть. Мека пока что доступна, то есть есть кулдаун Мекки, если что. Можно будет попробовать на Мекку подловить. Вот, собственно, прибегает Тиню, но вышки уже нет. Сам Инквизитор чуть было не попался, когда вы полетели. Мекку нажали, но все-таки не хватило этого Парахила. И, пуганно, потеряли Пауэрэнджерс. Надо расходиться. Аккуратно, систематично понимая, что в Парахиле, он против четырех. То есть преимущество все равно будет, но... Хотелось бы все-таки, как я понимаю, Парахиле закончить побыстрее. То есть сейчас посмотрим, что будет дальше. Три четыре столуны в кармане. А я сделал тебя, гоним визаж. Скоро доделать уже будет три фамляра, три стана. Ну и скоро появится Бладстоун. Тимберсо просто без ботинок отыгрывает. Хотя, возможно, просто продал ботинок, что-то купил себе. Тимберсо продолжает ходить во вражеском лесу. Здесь Тир-2, в принципе, давно уже упала. То есть осталась последняя внешняя вышка. Ну и дальше только хэкграунд. Рошана нет, нет Эггиса. И на мать, расставили просто на базе даже. Продавать у нее ничего не стали. Не стали забирать у нее варды. Она действительно, покупая себе целиком антостайл, дабл дамаж не есть, можно что-то соображать. То есть надо собираться как-то всем группироваться. Можно пробовать заходить на хэкграунд уже. Надо только всех собрать. Такой вот момент. Но визаж очень сильно хочет доделать себе аганимы. Если ботинок купил себе обратно J4, надо доделать наконец себе Бладстоун. Как-то не проследила ситуация с его ботинком. Там может быть какая-то интересная история у него с ним была, но... Тем не менее, такие вот вещи здесь происходят. Приходит инквизитор, начинает бросаться крипами. Этим Берсоу особо не боится. Отказится сейчас, правда. Похоже, погибнет сейчас на Берсоу. Действительно погибает. Как-то они... Подрастерялись, видимо. То, что там не хватает иномастера и решили, что... Сейчас просто они дефармят какие-то свои слоты и пойдут потом все делать. Вот он визаж побежал, наконец, на базу. Аганим получает, откатывается у него кулдаун с ОМОНов. Призовет сейчас своих птиц. А вот, друзья, выходят на мид. До Рошана еще две минуты. До Рошана было бы здорово бить эту вышку и, возможно, даже какую-то из сторон сломать. Большой вопрос дадут ли мы это сделать, на самом деле. То есть там и Блэкхол, там и Эклипс. То, что иномастера нет, это еще ничего не значит. Будет очень занимательнее, если возьму ты. Четыром против пятерых. Сейчас как-то все здесь развернут. Так, попался, попался. Атол Дивауэр просто моментально уничтожается. Здесь и Незер Вард огромное количество урона нанес. И Энчантра со своими петцами уже просто не прощает. Убивается последняя вышка. И раз Атол Дивауэр нет, нет Эклипса. Больше никого, собственно, не боятся. Свой ультимейт Трасс это сейчас Элдер Титан. Дальше можно просто доносить. Приходит Тинни. Нападает на Энчантра. Энчантра там чуть ли не на Годлайке. Похоже, сейчас Биян Годлайк будет. Да, действительно, Биян Годлайк. И Бараки постепенно начинает разваливаться. Погоня за иномастера, но отлично использовал смог. Сообразил, что может погибнуть Энчантра с Аганимом. Собственно, из-за этого такое огромное количество урона с импетусов. ПГГ там где-то сидит в западне, вот его находит как раз. Пау-Рейнджер, сторону сломали, отходит. Знает, что сейчас будет Рошан, можно перегруппироваться. Закупиться, наконец-то получать свой Бластолун Тимберсвол здесь. Так, на что нового будет Энчантра с Энчантра с Масков Мэднесс? Ну, действительно, что же еще? Такая немного комичная у нас получается игра, но ничего не поделается, похоже. Какая-то минус моральный большая в команде. Заверит Рай, ну, такое действительно бывает. Приносит даже себе Масков Мэднесс уже. Точнее, закупает, несет. Так, ну и находит здесь Энигму. Визаж находит Энигму, пытается ее просто ковырять. Блэкхолл есть, если что, в одиночку, но ясно, тесно делать, Райс не будет. Приходит на помощь Сини, идет Расплиттер. В общем-то, вся команда сбегается с одной, что с другой стороны. Фамиляры. Это хватит, да, действительно хватает. Убили Сини. Ну и дальше уже продолжать можно. Достаточно просто. Главное Луны дождаться. Луна как-то отстала немного. Скупает себе огромное количество ультимейт-арбов. Просто нравятся ему эти желтые шарики. Уже и в Монто Стал один превратил. Ну и собирает на Скаде. А команда, похоже, решает, что без Луны вполне справится. Так, здесь ПГГ. Ох, вот это влетело. Мы поняли, что еще раз подойдет, просто погибнет. Там оживает Рошан, но здесь уже половина вышки отсутствует. А с другой стороны приходит Луна со своими всеми ультимейт-арбами. Откат с ним от Астана сразу же делает иллюзии. Ультимейт-арбой дают статуи иллюзиями. Действительно становится очень... Очень больно в вышке. Пять сосен хп в Тауэр. Ну а здесь вышка уже упала. Здесь уже ломают бараки. Пока что здесь Фортифай. Начинают разбегать с Масков Мэдэс. Настрелили темпе, но настрелили достаточно больно. На полхп с двух ударов. Ну, в принципе, было понятно, что еще действительно на той стадии, еще когда линул Виномастер, можно было говорить о гудгейм. Не отменять, но... Решили попробовать. Решили подраться. Виномастер вывели даже. Виномастер сам погибает. Настрелили свои Масков Мэдэс. Похоже, таману кончилось. Полетел последний Петус. Она помогает. Выкупается Энигма. Выкупается Толдивару. Здесь защищает свои иншниты как только могут. Эрсплиттер. Блэкхол. Схлопнулся здесь просто Тимперсон. Но сейчас скоро уже респаунт. Забрасывает. Пугнул-пугнул, все-таки погибает. Но из Масков Мэдэс надо все-таки уходить. Там с Бьянга Дайк на Энчатрос. Пизаж же. Все это время стоял в сторонке. Плевался у людей. И получается спокойный трипл-килл. Начинается фарм в фонтане. Но все-таки гудгейм в этот раз говорит Тиме. Надеюсь, в этот раз это будет не фейк. А что же. Действительно. Мега-крипы. Ну что я могу сказать. Отлично отыграли Пауэрэнджерс. Видно было, что какие-то проблемы. В составе Зерри Трайн. Надеюсь, решат они их завтрашнему дню. Завтра им играть с Рокс Киз. На Пауэрэнджерс у нас продвигается дальше по сетке. Дальше по сетке их ожидает Виртуз Пром. Ну а таким образом. Так, ну сейчас взорвется. Эншент, как-то все сказали. Гудгейм, а Эншент не взорвали. Давайте ждем с таблички. Оформятся сейчас еще немного в фонтане по ГГ. Я считаю, это не очень вежливо. То есть, гудгейм сказали. Надо не отменять саму табличку. Так, ну что. Завершается, завершается. Таким образом, наш первый день турнира. Сейс Карнш 2014. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто поддерживал. Напомню. Билетик можете купить в сторе. В дота сторе там прилагаются форспириты. Ну и мы завтра вернемся. Завтра мы будем смотреть таким образом Виртуз Про против. Против Пауэрэнджерс. И будем смотреть Рокс Киз против Зерри Трай. Завтра у нас будет самый интересный день. Завтра мы узнаем, кто пропадет. Одна из команд попадет у нас в плей-офф. А другая команда, собственно, выбывает с турнира. Завтра у нас день. Достаточно решающий для многих команд. Ну и спасибо. До завтра. Завтра встретимся в девять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok